В составе этой туристической группы члены сингапурского пресс-клуба, объединяющего журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и спорта. Шесть человек представляют крупнейшие средства массовой информации, центральные газеты Сингапура, Straight Time, Business Time и национальный холдинг Mediacorp. Приехав в родную страну, они поделятся впечатлениями о Казахстане. Судя по отзывам иностранных журналистов, рассказать есть о чем. Это наша вторая поездка в вашу страну. Первая была в 2015 году и она нам очень понравилась. У вас очень красивая страна, прекрасные доброжелательные люди. Сингапур – маленькое островное государство, а у вас огромная страна, но между нами много общего. Впечатления от пребывания здесь самые лучшие. Иностранные гости уже побывали в Туркестане и Атраре, посетив мавзолей Хаджа Ахмеда Ясавиар и Станбаб. В нашу область прибыли из Астаны в сопровождении казахстанских дипломатов после выставки Экспо-2017, где проходил национальный день Сингапура. В целом поездка проходит очень-очень позитивно. Настроения у них очень хорошие, под большим впечатлением. Очень удивлены потенциалом развития, инфраструктурными возможностями страны. Все очень нравится. Как отметили граждане Сингапура, Казахстан оставил яркое впечатление. Здесь, по их словам, современная инфраструктура гармонично сочетается с восточным гостеприимством людей. Здесь очень хорошая организация как на Экспо, так и вообще в поездке. Очень гостеприимные люди, все очень современно, все нравится. Здесь многие удивляются о Сингапуре, но Казахстан тоже не хуже. Очень современная страна. Позитив дендропар, гости Сингапура не смогли пройти мимо дерева, посаженного первым премьер-министром страны Ли Куан Ю и устроили здесь настоящую фотосессию. Премьер-министр Ли Куан Ю, благодаря которому островное государство стало процветать в стране, фигура почти культовая. О, это был великий человек, один из главных реформаторов нашего государства. При нем Сингапур добился больших экономических успехов и стал той страной, которая является сейчас. Это знаковая фигура в нашей истории. В нашем городе иностранные туристы планируют также посетить парк независимости и другие достопримечательности Шимкента. А уже завтра улетят в Алматы. Программа экскурсии по Казахстану у сингапурских журналистов очень насыщенная. Даня Архудайбергенов, Орджан Жусипа, Фирмова Макашев, информационная служба телекомпании УАРАР.